В молодые годы Анатолий Григорьевич Прусаков побывал в Узбекистане. Будучи человеком интересующимся, он, заглянув однажды в Чайхану, решил разузнать секреты приготовления чая, который на Востоке умеют заваривать как нигде. Собрались и бабаи. Это вечерний чай был. Ну, наверное, человек 20. Такие аксакалы, все уважаемые люди, деревни Каранкуль. И мы увидели эти традиции. На старе был виноград, всякие выпечки и чай. Тот особенный чай настолько пришелся по вкусу нашему герою, что он с тех пор готовит его дому по всем правилам, которые одновременно и простые и сложные. Первое – это сам чай. Выбирать его нужно внимательно, обращая внимание на дату сбора. Временно начинается вегетация чайного дерева. В мае месяце. И начинается сбор. Вот ручной сбор. В это время и самый качественный чай. Также, говорит Анатолий Григорьевич, важна хорошая вода. Химик по образованию, он знает, что состав воды бывает разный. И включает в себя практически всю таблицу Менделеева. Обычно вода, которая у нас под краном, значит, я ее сюда заливаю, ну, 5 литров, не больше, на 2-3 дня. За это время успевает вода отстояться. Это очень важно, потому что очень много примесей, да, мелких, глинистых всяких. Нагревая воду, лучше не доводить ее до кипения, выключив чайник буквально за несколько секунд. Тогда вода насытится кислородом и в ней сохранятся все полезные микроэлементы, способствуя полному раскрытию вкуса и аромата чайных листьев. От 3 до 5 минут и тонизирующий напиток готов. Чай, вот если заваривался 5 минут, его температура примерно 70-80 градусов. В принципе, чай 60 градусов уже можно пить. Хозяин радушно приглашает за стол. К нам присоединяется и его супруга Людмила Викторовна. Семейные традиции здесь чтут. Выпить вместе по чаше чая со сладким или сухофруктами – особенная радость. Пока чаевничаем, узнаю, что у хозяйки дома недавно был юбилей. Отметила она его в том числе и с близкими по духу людьми – местным литературным отделением «Рифма Плюс», председателем которого она является. Стихи в ее жизни занимают особое место. Я в детстве очень много читала книг. Меня приучил папа к этому. Очень любила стихи. И вот начала писать с детства, потом в юности писала. Ну а потом время такое затянуло меня. Школа, семья это все как-то отвлекает от такой творческой деятельности. И перестала писать. Но уже в зрелом возрасте дороги поэзии и нашей героини вновь сплелись воедино. И снова особенную роль в этом сыграл отец Людмилы Викторовны, в память о котором в литобеденении имени Шкулева решили написать книгу. Тогда Людмила Прусакова попала в литературный клуб, где быстро нашла близких по духу людей. И снова стали рождаться стихи. А около года назад вместе с другими поэтами она организовала отделение литов в поселке Развилка. Мне нравится самой писать. Мне нравится общаться с теми людьми, которые пишут. Мы общаемся, помогаем друг другу. То есть где-то я там указываю какие-то неточности, может быть, в поэзии. Кто-то мне подсказывает тоже. Более 30 лет Людмила Викторовна проработала в начальной школе. Поэтому большое место в ее творчестве занимает детская поэзия. В планах издать книгу стихов для детей. Тем более, что иллюстраторами могут стать ее собственные дети. Кстати, их в семье Прусаковых трое. Все уже взрослые, самостоятельные, но все так же близки со своими родителями, которые, в свою очередь, за почти 40 лет семейной жизни не растеряли близости и общих интересов. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!